Стадион Симбирск Мне доставляет огромное удовольствие видеть, что его замечательное дело живет, его замечательное дело процветает, но все новые и новые мальчишки и девчонки, которые принимают для себя решение заниматься в том числе футболом, здоровым образом жизни, продолжают это дело. Тренер, чье имя стало неотъемлемой частью истории Ульяновска, родился в городе Батуми, Грузинская ССР. В 1969 году по комсомольской путевке Тамазих Усейнов, а также 12 его сокурсников были направлены в Ульяновск. Они возводили такие грандиозные объекты, как гостиница «Венец», мем-центр, дворец профсоюзов. Почти сразу комсомолец стал тренировать ульяновских ребят. Через его заботливые руки прошли тысячи школьников. Коллеги вспоминают о нем с особенным теплом. С Томским Павловичем мы прожили долгую жизнь. Если быть кратким, то этот человек большую часть своей жизни отдал воспитание детей через футбол. С ним очень легко было работать. Сейчас просто со слезами, как на глазах, скучаешь, что он так рано ушел, что человек должен был еще жить и жить, но болезнь сгубила его. Поэтому я благодарен судьбе, что он меня с ним свела. Работали мы дружно. И поэтому хочется большое сказать спасибо всем, кто присутствует, кто пришел, почтить его память. В конце 90-х для стадиона в северной части города наступили очень тяжелые времена. Завод от стадиона отказался. Томози Хусей Наглы был и директором, и тренером, и завхозом. Сейчас спортивный объект преобразился на глазах. На сегодняшний день мы имеем одно полноценное большое поле для игры в большой футбол. Дополнительно мы общими усилиями постелили два на данный момент мини-футбольных поля размерами 20 на 40. И думаю весной следующего года мы дополнительно третьим мини-футбольным полем сделаем 20 на 40, который будет находиться на нашем стадионе. Это позволит нам задействовать самых главных детишек младших возрастов и как разминочные поля для основных команд. Сегодня на обновленном поле играют 8 команд-участниц турнира. Мальчишки 2008-2009 годов рождения постизаются о владении мячом. В настоящее время стадион – место тренировок для 300 детей-воспитанников спортивных школ. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правды. ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова